Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Несмотря на то, что шла война и ВМС США испытывал необходимость в новых палубных самолетах, работы по новому дискообразному истребителю с крылом малого удлинения не форсировались. По всей видимости, сказывалась общая необычность этого проекта и нежелание военных идти на связанные с этим риски. Компоновочную схему необходимо было как следует изучить, выявить и устранить все недостатки, а только потом принимать решение о внедрении в массовое серийное производство. Как раз для этого и был создан демонстратор ВОД Ви-173. Перспектива же быстрого получения малоизученного самолета по ходу войны могла быть чревата очень серьезными последствиями. В течение первой половины 1942 года шла подготовка эскизного проекта нового истребителя. Ведущим конструктором по данной программе стал инженер Юджин Гринвуд. После рассмотрения проекта в соответствующих организациях самолет получил наименование XF-5U-1. После этого началось создание отдельных узлов и систем будущего истребителя. Особую сложность представляла разработка винтомоторной группы. К ней были привлечены специалисты сторонних компаний. Это были известные компании Pratt & Whitney и Hamilton Standard. С их помощью были разработаны новые специальные винты, синхронизатор и прочие агрегаты. По ходу работ на одном из заводов фирмы Chance Watt началось строительство деревянного макета для последующей передачи для рассмотрения макетной комиссии. Он был оснащен трехлопастными винтами и окрашен в темно-синие и белые цвета. В крыле между фюзеляжем и мотогондолами двигателей предусмотрели установку вооружения. Макет был завершен к 7 июня 1943 года. Были получены определенные замечания, которые устранили к августу. После чего его снова представили на рассмотрение. Только со второго раза он был утвержден. Однако контракт на изготовление двух опытных прототипов был подписан спустя год, 15 июля 1944 года. Они должны были быть оснащены разными силовыми установками, но уже с четырехлопастными винтами. А один из опытных образцов не предполагалось оснащать вооружение. Строительство первого прототипа было завершено еще примерно через год, к июле 1945 года. Вскоре был построен и второй опытный экземпляр. К тому времени уже стало очевидно, война подходит к завершению. И в связи с этим работы по программе еще больше затормозились. После возобновления финансирования и внесения некоторых доработок, один из опытных образцов истребителя был использован для проведения статических испытаний, а другой для летных. После выполнения рулежек и пробегов в январе 1947 года состоялся первый полет этого палубного истребителя. Пилотировал машину летчик-испытатель Бун Тарлтон Гайтон, после чего она прошла серию летных испытаний, в ходе которых показала неплохие летные характеристики. К примеру, максимальная скорость достигла 811 км в час. Также были продемонстрированы возможности почти вертикального взлета и зависания по вертолетному. Но в скором времени программа разработки была окончательно свернута. Причин тому несколько. Это и постоянная нехватка финансирования, а также начавшийся переход к применению турбореактивных двигателей. К сожалению, ни один из прототипов этого уникального самолета не сохранился. Примерно в середине 1948 года они были утилизированы. Самолет представлял собой цельнометаллический двухкелевой дископлан с крылом малого удлинения. Силовой набор фюзеляжа состоял из шпангодов, лонжеронов и нервюр, которые были выполнены из алюминиевых сплавов. Одним из новшеств истребителя стала его обшивка, которая была изготовлена из специального материала – металлита. Он представлял собой два спрессованных листа алюминия, между которыми находился деревянный слой из бальзы. В носовой части фюзеляжа находилась герметичная кабина пилота, которая была несколько сдвинута вперед для улучшения обзора. Она закрывалась фонарем каплевидной формы. Самолет оснащался самым совершенным на тот момент пилотажным навигационным оборудованием. По передней кромке крыла располагались воздухозаборники для охлаждения двигателей и отсеки для размещения стрелкового вооружения и запаса боеприпасов. Центральную часть фюзеляжа занимал моторный отсек, где размещались два двигателя, редукторы и прочие системы, а также топливные баки. В качестве силовой установки использовали два 14-цилиндровых звездообразных двигателя Pratt & Whitney R2007, мощностью в 1350 л.с. В нижней части фюзеляжа располагались специальные отсеки для основных стоек шасси. Само крыло было эллиптической формы. Применялся профиль NASA 0015. В задней части фюзеляжа были размещены основные органы управления машиной, два трапециевидных киля с рулями направления и отклоняемые стабилизаторы. Также стоит отметить, что в хвостовой части самолета были установлены специальные автоматические закрылки, которые применялись при посадке. На истребителе было установлено трехстоечное шасси двухколесного типа. Система его уборки и выпуска гидравлическая. Прорабатывалось несколько вариантов схем вооружения, которые включали в себя до шести пулеметов Кольт Браунинг калибра 12,7 мм, с боезапасом в 400 патронов на ствол. Кроме того, предусматривалась установка до четырех 20-мм авиационных пушек М39А. Также допускалась подвеска двух 454-килограммовых бомб или двух дополнительных топливных баков емкостью до 567 литров. Истребитель XF-5U1 использовался исключительно в качестве экспериментальной машины, которая имела много технических новшеств и обладала неплохими характеристиками. Но в то же время она оказалась невостребованной из-за консервативных взглядов военных по ходу войны и резкому переходу к реактивной тематике после ее завершения. Субтитры создавал DimaTorzok